приветствую друзья мои с вами на связи александр и в этом видео я хочу ответить на один из вопросов которые поступило мне в комментариях на ю тюбе мой зритель санжар шарипов спрашивает скажите пожалуйста как зажимать соль мажор на пятом ладу соль мажор на пятом ладу можно зажать следующим образом но для того чтобы максимально развернуто ответить на этот вопрос санжар и друзья давайте я расскажу о принципе который можно использовать для того чтобы взять мажорный аккорд на любом ладу гитары если мы внимательно присмотримся то мы увидим в конструкции аккорд похожий на ре мажор вот смотрите мы его перетянем сюда и вот получается что с четвертой струны мы зажимаем играем четвертую струну на третьей струне у нас 2 лад на второй стороне 3 лад и на первой стороне 2 лад почему это у нас ре мажор потому что у нас четвертая струна как раз таки открытая соответствует ноте ре если мы подвинем на полтона или на тон вот нас это радиус будет это но точками и выставим аналогично аппликатуру как в предыдущем аккорде вот мы взяли ее и перетянули то это у нас уже будет аккорд не ре мажор они мажор потому что на четвертой стороне на втором ладу но точками если мы передвинуть чуть повыше это будет фа мажор дальше соответственно фа диез мажор и как раз таки вот мы подобрались к ноте соль будет у нас соль мажор и вот используя этот принцип можно взять любой аккорд абсолютно на любой струне теперь вы скажите почему именно с 4 струны у нас этот аккорд соль мажор берется они спяты например или нес 6 потому что если мы на пятой стороне зажмем на бары и нота у нас будет уже р р-мажор можно советую ноты взять и ре минор можно взять но никак не соль машу если на пятой струне зажмем это будет или я минус или я мажор например но никак не соль мажор. Единственное, где можно ноту соль зажать в басовых струнах, это на четвертой струне на пятом ладони. Именно отсюда и строится данный аккорд. И с четвертой струны нужно иметь в виду, что он берется так же, как и ре мажор. На этом я ответ на вопрос заканчиваю. И в заключении этого видео хочу порекомендовать вам следующее. Как вы заметили, на своем канале я практически никогда не делаю разборы, хотя давным-давно этим занимался. Сейчас мне намного более интересно писать свои собственные композиции или делать аранжировки на песни известные, популярные, которые нравятся мне или моим зрителям, или заказчикам. Однако многие из вас только начинают, я понимаю, свой путь в игре на гитаре. И хотелось бы, не заучивая ноты или не углубляясь в теорию музыки, сразу сыграть какие-либо простые произведения. Хочу вам посоветовать один канал, автором которого является мой тезка Александр. Он живет в городе Октобе, Казахстан. Пожалуйста, переходите по ссылке, которые будут внизу под этим видео. Можете познакомиться с его творчеством и с композициями, которые он разбирает буквально по ноте. Так что добро пожаловать на его канал и начинайте свой путь гитариста с мелодий, которые можно элементарно сыграть, просто переняв те принципы, которые показывает гитарист. Конечно, для совершенствования вашего мастерства вам необходимо будет осваивать хотя бы табулатуры, а потом и ноты. И еще в заключении данного видео хочу напомнить, что недавно буквально я запустил обучающий видеокурс. Этот курс абсолютно бесплатен. Продолжительность этого курса 90 минут, это около полутора часов. И его вы также можете получить, перейдя по ссылке под этим видео. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого наилучшего. И Санжару спасибо за вопрос. Счастливо.